Друзья, всем огромный Владивостокский привет! Ну что, вы когда-нибудь чистили зубы в центре города на кольце по Владивостоке? А я сегодня почистил. Машинка спереди уехала, я стою тут один, приоделся, большое желание побегать в Владивостоке имею. Сейчас туда наверх побегу, там есть какая-то набережная. Владивостокское утро, уже даже не утро, ближе к дню, так и не звонят, обещали позвонить с утра, так и нифига не звонят, не знаю. Побегу с телефоном, возьму карточку с собой, надо забежать купить антифриз. Все, вперед! Честно, вообще кайфово! Вон моя тачечка стоит. Ну все, я сейчас побегу вон туда, наверх. Где-то там набережная через 3 километра, а грузиться где-то там, фиг его знает, не звонит нифига. Обалденно! Я даже остановился, послушать эту красоту. Обалденно! Я даже остановился, послушать эту красоту. Я охереваю! Смотрите, он какой огромный! Какой он высокий! Обалденно! Вот, для сравнения, моя рука. Офигеть! Вот это да! По-моему, он царский называется, насколько я по-моему. О, ничего, а куда мне там? Далеко до него бежать до истоков-то? Ну вот, друзья, набережная. Как называется, забыл, если честно. Но я до сюда добежал. Вхождение по пирсу запрещено. Ладно, набережная, это, конечно, все прикольно. Меня интересует вот этот мост. Посмотрим, там вообще... Что-то я смотрю, люди вроде вообще не ходят там. Блин, дождик пошел. Так, вот я смотрю все вперед, потом вам увеличиваю. Походу, там людям нельзя ходить. Либо они такие, что по мосту пешком идти, ты смотри, он какой он длинный. Да нахрен надо? Пошли, попробуем добежать, а там посмотрим. Все равно надо куда-то побегать еще. У нас такой жесткий дождик пошел. Я как раз под этим мостом у местных спросил. Нет, там, говорит, нельзя бегать. Вот сейчас смотрите прикол. Вот здесь дождик идет. Вот здесь он идет. Вот здесь снова идет. А вот здесь вот нет. А вот здесь не идет. Там идет, здесь не идет. Стоим прямо под мостом. Обалдеть, вон таких масштабов, размеров, ребята. Блин, так кайфово, если честно. Вообще здорово. Реально ощущение, что я в Питере, короче, нахожусь. Хотя и в Питере-то много не было, но ведь был все равно. Как бы что-то помню. Не, кайфово, кайфово. В общем-то сходил, короче, солнце отсвечивает. Сходил снова туда к ребятам по поводу погрузки. Я говорю, что там не забыли про меня. Обещали вроде утром поставить, а время уже 8 плюс 7. Это что, 3 часа дня местного времени. Да-да, мы помним все дела. Вот ждите, вам позвонят. Короче, такие дела. Сходил в магазин, купил немножко продуктов во Владивостоке. Цены, конечно, ребята, нифига не наши. Ну, собственно, ладно, начинаем. Купил такое вот молоко. Производство город Артем. Приморский край, да, ну-ка. Ну да, изготовитель Артем. Приморский край. По-моему, 150 рублей оно стоило. Такое вот молочко. Потом дальше взял гречечку в таких пакетиках. Обалденная штука. Очень круто в мультиварке ее готовить. Ребята, купите, если что. Яйца. Кстати, сколько яйца стоит? Надо сейчас... Чек я взял. Я обычно чеки не беру. А тут чек, короче, взял посмотреть. Просто интересно. Яйцо. 150 рублей яйца стоят. Так, фаршик домашний. Тоже для мультиварочки, для супа. Обалденная вещь. Сосисочки. Вот такие вот. Артемировские. Не знаю. Срок годности нормальный. Произведено. Владивосток, кстати, местные. Артемировские. Не знаю. Взял такие пока. Ну уж, мазик. Суп. Как суп без майонеза кушать? Вообще не понимаю. Вот. Дядя Ваня и корочка. Кто не пробовал, попробуйте. Всегда будете ее брать. По поводу масла. Просто обалдеть, какие цены. Вот взял дальневосточная сопка. Ну-ка, кстати, сколько он стоит? Я почему-то не увидел у него цену. Думаю, ладно, возьму. Так. Сосиски 207 рублей. Масса следовочная. Дальневосточная. 282 рубля, ребята. 282 рубля. Вот это да. Нифига себе. Местные сейчас, если смотрят, скажут, а что, а как иначе вроде. Ну, у нас вот масло, да, 150 рублей. 100-150 рублей вот такие вот масла. Ну, не прям такие вот. Масло сливочное вкусное. А тут 280 рублей. Молоко у нас 70 рублей в таких вот бутылочках там, да. Здесь 150 рублей. Просто яйца сколько? У нас 100 рублей стоят. 110-120. Здесь яйца, я и по-моему говорил, да. 150 тоже, вот видишь. Ценники, конечно, Х2, а то и некоторых Х3. Взял вот такую вот на пробу. Бич-пакет. Хен знает, кунь-унь. Не знаю, ребята, со вкусом креветок. Ну, просто интересно снова попробовать. Сублимированная лапша, быстрое приготовление со вкусом креветки. Цена. Интересно? Сейчас скажу. Так, 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 так. 109 рублей. 109. Ну и картошечка. Варить супик. Вот такие вот дела. Это все у меня вышло на 1639 рублей. Плюс картошка. Все, я, короче, набегался, нагулялся. О себе еще раз напомнил. Сейчас буду отдыхать. Потому что, когда меня будут грузить. Хотя нет. Я, наверное, сейчас лягу, пока силы есть, видашку помонтирую. Потому что опять уже много-много времени уходит. А я ничего не делаю. Видашку помонтирую. Ну и потом, когда будут грузить, лягу спать. Загрузит меня, наверное, только к ночи. Ну, мне даже будет проще отсюда выбираться, если честно, по городу. Потому что движение, конечно, тоже хорошее. Хурик, вот этот, вот я подъехал, он стоил, он так и стоит со мной. Тоже заведется иной раз, помолотит и снова стоит. Вот там вот манчик встал и иногда передо мной здесь тоже стоят машинки. Ночью здесь передо мной машинка стояла, сейчас выехала. Они здесь останавливаются, за продуктами сбегают. Привет, мои друзья. Сегодня я покажу вам очень простой способ завязать галстук всего за одну минуту. Снова возьмитесь за короткий конец и проведите по нему горизонтально слева направо длинным концом. Так и не звонят, короче, братва. Я не смог удержаться. Я закрываю свой марафон дентро синий. У меня осталось буквально еще в районе 5 километров и все. Я 200 километров за месяц прошел. Смотрите, какая красота. Обалдеть. Набережная. Как красиво, е-мое. Подписывайтесь в телеграм, там вот эти все кайфовые фотки. Все кайфовые фотки в телеграме будут. Тут такой, как типа парка, что ли, я не знаю. Такого кайфового местечка. Бегу, бегу здесь, да, с набережной поднялся вот сюда. Скамеечки. Смотрите, какой потрясный вид, ребята. Я просто здесь часы на паузу поставил бега. И просто сижу, отдыхаю. Вот это да. Когда здесь еще побываешь? Когда? Можно? Вот как вот в такой красоте, да, в таком городе, можно сидеть в кабине, ожидая погрузки. Как? Когда вокруг такая красота. Обалденно. Очень круто. Я как будто в сказке какой-то. Тут просто невозможно нормально бегать. Я опять остановил. Нет, часы не останавливал. Смотрите как. На ширике. Вот я бегу. И что мне открывается здесь? Панч. Вообще красота, да? Ну-ка, остановились. Это все трясется. Как кайфово. Ура! Я закончил дендромарафон. Любите спорт. Живите спорным, друзья. Эти кайф. Эти кайф. Хэль! И все, как вы согласны и все. Эти кайфуо не пользуются, чтобы не было кautinkого отвертого. Я неavam отвертого. Все, пока. Мне оставалось то, что вы сможете. Эти кайфово не хватит. И я не верну. Не верну. Не вернусь. Не вернусь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но, да, вкусно. Конфеты же... Не, конечно вкусно, офигеть как вкусно. Воды надо попить Ну что, ребята Рейс Владивосток Барнаул Дистанция 6100 км Так, нам прямо Официально открыт Зеленый, поехали Простоял я здесь почти Двое суток Почти двое суток Прямо можно, поехали прямо Знаков запрещающих нет А по идее Тут типа налево Да ладно, прямо пройдем Меньше поворотов нафиг всяких Там еще какие-то деревья Владивосток Владивосток Так, братушка Так-то у тебя там Надо было пропустить меня Поехали Говорил, что у него так-то Помеха на полосе Ему надо было Меня пропустить Ну ладно Проехались Разъехались Сейчас самое главное Выйти на объездную И спокойненько уже там ехать Там уже дорога известна А здесь мне пока Нифига неизвестно По идее тут вот Ничего сложного рисуют Ладно, тихонечко выйдем Ну вот, почти-почти выбрались На объездную Здесь я уже был Здесь мы что бы делали Выгружали Да, выгружались По-моему, направо уходили Или сюда, не помню Сейчас нам Сюда, направо Новосибирская Вольва И здесь по колечку налево Все, всем огромный Да какой привет опять У меня опять всем огромный привет Всем пока Владивостокцы Как правильно сказать Владивостчане Владивостокцы Дафик летит После дафика тоже Обойдем парнишку Ага, спасибо Моргнул Получай аварийку Веса нет Летит Летит Вот в эти моменты Я начинаю понимать Плюс машины Которая Беззеркальная Больше Можно всего показать Своё боковое окно Ребята Зеркало Иногда просто Капец Вообще Думаю Спрячься, пожалуйста Мне нужно Подснять Смотрите Смотрите Тут какая красота Ребята Так, главное Моя мультиварочка Чтоб отсюда Не свинтила Нафиг Куда С супом Аккуратненько Аккуратненько На поворотиках Блин, сейчас Не знаю С той стороны Классно Видно Как там Такая Низина Ушла Город Вниз Ушел Сейчас Посмотрим Здесь Видно Видно И вот Нет Так, прямо У нас Еще Там Тяжеловес Идет Налевее Перестроится Пропустят Нет Наверное Нет Но перед этим Можно Хобот Так Сделать И все равно Ему Аварийской Маргвач Вы смотрите Налево Я буду Смотреть Прямо Красиво Красавец Владивосток Ребята У вас Такой Красивый Город Очуметь Вообще Очень Красивый Конечно Вы там Скажете Да Серег Ты побегал По центральной Улице Города Конечно Там Все Красиво Скверы Парки Плиточка Все дела Ну Браток Понимаешь Некоторых В городах Даже По центральной Улице Бежишь И Нет Такого Что Плиточка Скверы Города О Эти Парки Вот У некоторых Даже Такого Нет Я тебе Серьезно Говорю Уж Побегал Я Много Где Сказать За наш Город Ну У меня Город Небольшой Там Тысяч Сорок Пятьдесят Наверное Население Шестьдесят И И Потому Как бы Тоже Есть Свои Красивые Моменты Но Нет Такого Как В мегаполисах В больших Городах Миллионниках Что Прям Там Вау Нет Такого Конечно Буду На ширик Снимать Все Выходим Ребята С Владивостока Смотрите Какая Красота У нас Впереди Давайте Теперь Вот так Вот Сливаем Амурский Залив Придержим Немножечко Здесь Ай Ай Да Ты Че Да Ну Нафиг Смотри Обалденно Да Как Красиво Просто Дорога Среди Море Дорога